Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о самых интересных транспирных слухах, связанных с российским футболом. И мы сосредоточимся на Александре Кокоине. Недавно были слухи о том, что он может вернуться в Сочи. Ну а сейчас появились интересные сообщения о другом, скажем так, южном российском коллективе. О Ростове, о футбольном клубе, который находится на берегах Дона и который, ну скажем так, уже подписал целый ряд скандалистов. Того же самого Еременко с его историей, с очень специфической дисквалификацией, ну и разумеется Павла Мамаева. И здесь появление еще и Кокоина может окончательно превратить ростовский футбольный клуб в такую, знаете, хорошую ростовскую ОПГ. Ну а если переходить больше к футбольным темам, давайте разберем, какие здесь есть плюсы и минусы данного подписания для Ростова. Касательно того, что Спартак хочет избавиться от Кокоина, здесь все более-менее понятно. Давайте разберемся с дончанами, нужен им Кокоин или нет. Футбольный легион. Идеальное хобби для настоящих мужчин. Виртуальный футбольный мир. Здесь все по-взрослому. Вы управляете своим футбольным клубом и участвуете в соревнованиях с другими людьми. Все как в реальной жизни. Тренировки, игры, трансферы, национальные чемпионаты, интеркубки, чемпионаты мира. В расписании пару матчей в неделю. А кому мало, для того онлайн-турниры каждый час. А вдобавок живый форум и сообщество любителей футбола для общения. Ссылка в описании. Итак, во-первых, Ростову действительно нужен нападающий. С тех пор, как Шумуродов пошел на спад, а это было уже больше года назад, у них начались проблемы. Сперва сам Эльдор не забивал и играл достаточно плохо. Потом его продали. И в результате команда вроде как пыталась найти новые варианты. Но сами посудите. Ташевский уже докатился до дубля Ростова. Вот тот самый случай, когда подписали зарубежного игрока, вроде перспективного, а он оказался среди дублеров. Такими темпами, знаете, в случае, если Ростову придется снова играть вторым составом в российской премьер-лиге, как это было в матче против Сочи, ну вот у них будет достаточно интересный легионер среди дублеров, которые будут переведены в основу. Но это, понятное дело, не особо крутой плюс. В остальном, швед Айнквист, в который вложили большие деньги, в восьми матчах отметился только голевой передачей. Обухов вообще в последнее время ни черта толком не показывает, что в Тамбове, что в Ростове. Есть только Полос, но и у него пять голов в девятнадцати встречах, и из них три с пенальти. То есть здесь ситуация, прям, скажем так себе, с нападающими. И, в принципе, хороший новый форвард может пригодиться. И Кокорин – это потенциально звездный россиянин, что очень важно в условиях лимита. Потому что у дончан ситуация с иностранцами не самая простая. Их все-таки здесь много, и поэтому для того, чтобы как-то укреплять свои ряды, нужно искать в первую очередь отечественных исполнителей. А касательно качества игры Кокорина, я понимаю весь скепсис, но все-таки, вспоминая те же самые времена Сочи, он был, как минимум, неплох. И вообще хотелось бы отметить, что в Ростову пригодится именно российский сильный футболист в атаку. Потому что здесь большинство – это легионеры. А вот отечественный производитель, ну, прям, скажем, здесь отдыхает. Так что здесь, как мне кажется, для поддержания какого-то баланса между иностранцами и россиянами, возможно, следует подписать Кокорина. Тем более, что, на мой вкус, он может подойти к стилистике игры дончан, который впереди действует с вариативными связками, где появляются разнообразные игроки по своей стилистике. Например, тот же самый Еременко, он может действовать и под нападением, и на фланге. Тот же самый Полос, центральный форвард, может смещаться на бровку и так далее. Байрамян может действовать на обоих флангах. То есть здесь, у Ростова, очень вариативные игроки. И как тут не вспомнить, что Кокорин, он на разных позициях играл, и под нападением в том же самом Динамо, и на острие атаки. И в Сочи он играл под мощным нападающим Заболотным, например, совсем недавно. Если вспоминать, например, времена Луческу в Зените, там Кокорин играл на фланге, причем выполнял много защитных функций. Зачастую помогал своей команде как дополнительный игрок обороны. Да, вот Луческу заставлял Кокорина пахать в защитные функции. Даже такое было. То есть здесь Кокорин, теоретически, может понести немало пользы. Ну и в конце концов, это медийная личность, которая в том числе привлечет дополнительных болельщиков на трибуны. Да, неоднозначная слава у Кокорина, но так или иначе, у Еременко тоже был негативный шлейф перед переездом в Ростов. И ничего, как-то приняли. И в общем-то, я просто знаю людей с берегов Дона, они прямо говорят, что многие ходят смотреть на матчи Ростова, в том числе ради Еременко. Ну и в конце концов, Кокорин – это игрок, который по-прежнему может еще показать себя в нашем чемпионате. Да, понятное дело, что он уже вряд ли сможет, не знаю, переехать куда-то в Европу, хотя недавно еще были слухи. Наверное, об этом можно забыть. Но на уровне нашей лиги Александр может по-прежнему быть очень толковым исполнителем. Повторяю, в Сочи, в принципе, он уже был достаточно хорош после травмы, после всех этих злоключений. То есть здесь можно констатировать, что вот все эти тюремные сроки, разрыв крестообразных связок, они, наверное, все-таки не поставили крест на его карьере. Но сомнений очень много. Во-первых, игровой спад в Спартаке. Да, можно формально сказать, что 4 очка по системе гол плюс пас. Но, сами понимаете, там два пенальти, голевые передачи, не самые, скажем так, обостряющие. Да и главное, рейтинг его статистической эффективности на том же самом сайте Huskort, он ниже Плинтуса, 6,6. Даже в худших сезонах, там, например, в сезоне умерщей Луческу, например, в «Зените», когда он был откровенно неудел, там у него был выше рейтинг. То есть, если брать основную статистику, то здесь все неплохо. Вот, 4 очка по системе гол плюс пас. А если смотреть на процент точных передач, количество обводок, обостряющих передач, здесь вскрывается, что какой он практически бесполезный игрок. И сейчас мы видим, что он действительно сдает позиции, он постоянно лечится. И его травматичность, это, конечно, колоссальная проблема. Последнее время у него снова начались все эти болячки. Казалось бы, отошел от тюремного срока, где у него вроде как нога болела. Восстановился после разрыва крестов. Вроде как сам бог велел выйти на нормальный уровень, но все идет на спад. И здесь, к сожалению, следует констатировать, что есть риск того, что Ростов просто подпишет травматика. Травматика, к тому же, очень высокооплачиваемая, у которой он придется башлять сумасшедшие бабки. И придется еще и, по всей видимости, Спартаку либо заплатить серьезную сумму по меркам Ростова, либо есть слухи, что это может быть частью обмена, соответственно, Кокорина на Нормана. И, разумеется, Ростов получит деньги сверху, потому что Норман сейчас суперзвезда нашего футбола, а Кокорин на спаде. Но все равно Ростов таким образом может недосчитаться части выплат, которые Спартак бы отдал им за Нормана. То есть, допустим, Спартак получит трехмиллионную скидку. Вместо там, допустим, двадцати миллионов за Нормана они заплатят семнадцать и отправят Кокорина, который может стать просто мертвым грозом для Ростова. Тем более, что, сами понимаете, мои шутки про ОПГ, про то, что Еременко, Мамаев и Кокорин будут в одной команде, это, конечно, забавно, но я думаю, фанатам Донского коллектива от этого ни черта не весело. Потому что, сами понимаете, чем все это может закончиться. Закончится очень печально. Берегитесь, ростовские чиновники, если Мамаев с Кокориным, наши Биба и Боба, будут бегать по вашим улицам и бегать по вашим кофейням. В общем, здесь минусов, конечно, очень много и очень много сомнений. Но если Кокорин заиграет в Ростове, то это будет очередным подтверждением того, что Донская земля возрождает карьеру. Потому что Еременко, Попов и многие другие футболисты именно здесь нашли себе новое пристанище. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.